Первая гимназия и инженерная школа вновь открыли свои двери для учеников. Там завершился капитальный ремонт, проводимый в рамках нацпроекта образования и госпрограммы Московской области образования Подмосковья. На торжественных линейках в обновленных учреждениях побывали мои коллеги. Детских голосов и шума в этом школьном дворе не было с февраля. Именно тогда началась реконструкция здания, построенного еще в довоенное время. Теперь, в День знаний, обновленные современные школы вновь готовы встречать своих учеников. Сегодня вы идете в свою новую, обновленную, любимую шестую школу. Мы постарались сделать ее еще комфортнее, еще современнее. Приобретено новое оборудование, вы его все опробуете. Я вас поздравляю с этим днем. Хочу сказать слова благодарности наставникам, учителям, педагогам. Вы делаете очень важное дело. Помимо педагогического процесса, вы подготавливаете, воспитываете наших патриотов. Главные герои праздника – первоклассники. В этом году в ряды воспитанников шестой школы вступили 56 детей. Сформированы два первокласса. Тук-тук-тук, кто тут старший школьный друг? Открывайте в школу дверь, принимайте нас скорее. После торжественной линейки малыши в сопровождении своих учителей и 11-ти классников зашли в здание школы. Там их ждали просторные, отремонтированные классы. К урокам можно приступать. Очень довольна. Дети тоже очень довольны. 28 детей у нас. Обычно, я думаю, еще у нас прибавится. Масштабное преображение налицо. Поменялся не только внешний вид классов и помещений. Большая работа проделана по замене инженерных систем. Школа получила новую жизнь в своих старых стенах. Еще одно образовательное учреждение в День знаний распахнуло свои двери после капитального ремонта. В первой гимназии впервые сядут за парты 60 мальчишек и девчонок. Мне хочется очень сильно попасть в первый класс. Всех поздравляю с праздником 1 сентября. А вот для Александра Бондарчука это последний учебный год. Впереди 11-ти классника ждут экзамены и поступления в ВУЗ. Но главное, о чем мечтал Александр, пока здание гимназии было закрыто на ремонт – получить аттестат в стенах родной школы. Я давно этого ждал, еще с прошлого года. И сейчас, когда появилась такая возможность вернуться в новую отремонтированную школу, получить новые знания и провести год в родных пенатах – мои ожидания безграничны. Я очень рад, что школа наконец отремонтирована. Здание первой гимназии построено 86 лет назад. История этой школы неразрывно связана с историей страны. Эти стены слышали и видели многое. Многое-многое. И в годы войны это был госпиталь. И здесь начиналась программа. Первая программа в России развития образования родилась в Люберцах. И до сих пор она пример во многом эффективности и развития. Хочу пожелать нам всем, конечно, видеть своих детей счастливыми. Сегодня мы празднуем 105-й юбилей, когда мы встречаем своих детей и празднуем вместе с ними День знаний. И сегодня 86-й раз именно эта гимназия распахивает, именно это здание распахивает свои двери для своих любимых учеников. В гимназии учатся 690 детей. Всего в городском округе Люберцы первый звонок прозвучал для 43 тысяч школьников. Богдан Колесников, Луиза Егия-Зарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.